всем привет вы видите и слышите алексея халецкого канал лёша играет очередной норсгард с бесплатным дополнением crowns and daggers я вижу что уже три они тоже один поменял поменял то был 3 быка было хотя бы два но кстати кракен он взял кракена потому что кракен хорошо против быков работает особенно если далеко находится я думаю что вот кост скорее всего не будет за змею играть мне кажется другой клан возьмет обычно так ставить просто играть в фа за змею это ну проиграть ты не можешь выиграть за змею просто никак это нереально и человек играющий за змею реально который берет змею это какой-то садист-мазохист потому что он своих соседей только будет третировать мне зрители говорят что crowns and crowns это у нас короны я тогда вообще не понимаю думал деньги я не понимаю почему короны как это вообще добавляет что там с коронами в этом дополнение а вот на деньги на торговлю реально есть ну а daggers это как бы кинжал имеется виду скорее этот как удар в спину знаете там дипломатия вот на все так он за змею играет ну тем не менее лобби очень ровно и все камни на думаю это интересно будет важно чтобы лобби было ровно чтобы никто не ливал не давал преимущество своим соседям потому что один один сосед ливнул то значит можно на второго сосредоточиться и тут уже а если на него и другой сосед еще нападает то таким образом быстро исчезают соперники либо просто сидеть развиваться например если у тебя одного соседа нету совершенно спокойному надеюсь тут никто не лень все-таки ровно опять же повторюсь лобби камень ну давайте играть приятного вам просмотра но понеслась лиса пилочка домик блин выглядит так что я хотя вот тут возможно поверишь и не смогу поставить еще одну гавань хотя сейчас и с торговыми постами вполне можно играть с этим дополнением мы посмотрим в случае надо исследовать чего территорию красный сейчас красный бык эти чтобы наоборот нас красный цвет не смущал мы сами красный красная тряпка на быка я выбрал красный цвет чтобы так тут у нас два волка там олени у нас плодородная земля для поля выглядит старт пока медленного там что-то я не думаю что будут какие-то руины или они его руинка есть отлично хотя сразу эту территорию присоединяем строим охотников и этого скаута отправлюсь сразу эту руину исследовать да нету гавани к сожалению ну блин да елки ненавижу когда вот эти всех поселян случайно ты кликаешь болен и из-за этого минус по еде пошел ведется снять с дерева фак мисклик такой неприятный ну честно говоря старт так себе во первых у меня нету второе место под гавань то есть надо будет торговый пост и рынок ставить в любом случае во вторых нету руинок хотя бы двух может ощущать что это быстрый старт нету овечек нету кораблекрушения так что честно говоря и еда еще разная то есть я не смогу например поставить там два поля или два две сторожки охотника и железом их прокачать чтобы не больше еды давали так что мне тут не очень нравится честно говоря ночью будем страдать чё поделать разу возвращаемся острые топоры забираем эту территорию ставим тут я наверное здесь поставлю сразу лесорубов и лекарей что сюда до лекарей не будут добираться тогда не будут мешать или лечить никто здесь надо будет учебный лагерь ставить и защищать эту территорию давайте сразу на блин опять вы видели просто ну вы можете сказать так не выбирая всех поселян тогда она просто игра хорошо определяет кто рядом находится и отправляет на задание именно ближайшего поселянина поэтому выгодно именно так ими управлять и себе еще не мискликал при этом так и нам 60 надо на знахаря 60 дерево понеслось плюс еще знахаре и еду дают когда не лечат так теперь следующее наверное поставлю все-таки гавань блин а где ж нам нам желательно черт не очень не очень хорошо где мне торговый пост ставить видимо ну я раненого охотника обратно чтобы он меньше чтобы более ну я я заменил раненого охотника чтобы нормальный не раненый больше собирал еды просто все раненые на 20 процентов меньше ресурсов производить имейте в виду где нам торговый пост поставить вот в чем вопрос скорее всего где-то будет к соседку что здесь тоже не ставится видимо на этой территории придется ставить а это значит что ну сразу же кто-то ливнул скорее всего чувак не нашел йотунов вот это вот за свиней игра найти йоту на быстрее с ними торговать чтобы получить себе своего собственного йоту на чувак побегал не нашел думаю все я тут играть я дальше играть не умею все на этом и полномочия все это конечно грустно каждый раз это смотреть когда люди садятся и проигрывают прямо на на пятом месяце получается нету не воображение какого-то стратегического как по-другому действует вообще ничего тэйф этой в циве так дофига у меня плохое место все я тут я тут проиграл к сожалению по-моему наоборот интересно вот из плохих ситуаций выбираться подвисла как-то сейчас было на хорошем месте любой блин победить может чем в чем идея в чем стратегическая ценность тогда этого где-то как раз это же не дуэль вот в дуэли еще я мне кажется в дуэли можно как-то на свои места сетовать и то ну давайте быстрее на разочищать у меня уже десять жителей тут надо будет сразу дом поставить видимо до того как будем поля ну потому что расти на к эти тут тоже волки потому что именно отсюда нападал волк мы надо было немножко побыстрее учебный лагерь стать когда уже 50 дерево было вдруг тут еще руинка будет кстати был неплохо тогда еще более-менее будет поехали чистить от волков наши леса санитары леса мы отступать не придется хорошо волки друг от друга далеко были так сразу забираем будем тут стоять но традиционно исследуем мы только зимой территории даже вот тут мы будем стоять если волк волк будет сюда нападать на эту например так градостроитель сначала ставим домик том улучшаем территории развиваем зону блин а с другой стороны сейчас мне не хочется развивать зону по той простой причине что у меня денег мало идет вот надо сначала в эту территорию открыть вот сейчас я всегда говорю что за быка надо сразу все территории развивать но когда у вас всего один источник денег сейчас у меня гаванит все лишь плюс четыре то мягко говоря есть проблемы есть проблем надо эту территорию открыть и понять как у нас вообще блин все таки сюда напал так мы в данном случае мы не будем менять уже охотника пошел с едой сейчас нормально все будет после постройки поля окно и можно наверное наверное не буду пока железо добывать сейчас отправлю сначала скаута когда вылечит всех жителей отправлю строить склад по идее у нас должно хватить еду еды на зиму ну вот вот у нас честно говоря так себе старт вот прямо скажем ну че че вот че я не ливую 6 таким интересно попробовать тоже сыграть так минус 4 до наверно вот так сделаю лесорубом построю эту штуку потому что не хватает иначе все и себе отправил обычно то есть древесина вот сейчас мне особо ни на что не нужно у меня придется вот эту болеен ну а знаете кстати что мы можем сделать скорее всего вот здесь в будущем убрать лагерь охотников и здесь сделать торговый пост и ну блин я сейчас не могу этого сделать так и придется здесь сейчас торговый пост ставить скорее всего знаете что извините я зря тратил время на склад надо ставить дайте что я здесь ставлю торговый пост потому что сейчас я эту территорию улучшу для добычи железа и соответственно здесь же мы будем и железо добывать быстрее ну и деньги получать больше за счет улучшения территории я эту территорию с четырьмя волками не могу зачистить до появления торфина поэтому сидим ждем торфина к сожалению мне придется довольно много дерева потратить потому что я буду менять потом здание а деревом я тут нету ну короче все все очень очень неприятно очень медленно никаких уникальных клеток как вы видите тоже нету там зайти на плюс к силе или там плюс к счастью так что просто сидим развиваемся в надежде что у нас не зарашит очень будем надеяться что у нас нету рядом так ну теперь я могу улучшать эти здания территории потому что блин опять он сюда бегает почему туда бегает постоянно волк так сейчас лето начнется минус по идее исчезнет начнем железо добывать сейчас я верну скаута ну а и а плюс по идее будет потому что он прекратит до лечить воина ну надо еще эту территорию улучшить конечно наверное склад сейчас поставлю так скаута возвращаем тут прохода точно нету территория глаз какая-то вытянутая то есть это получается у нас четыре клетки пять шесть семь то есть все моё на все такое вытянутая тем не менее очень мне очень мне не нравится короче начало наше но мне осталось тут склад поставить тоже улучшить эту территорию тогда и спокойно сидеть ждать добычи 15 железо чтобы торфи накупить наверно тут все таки будут стоять развиваем зону и все просто отбиваемся от волков а 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 Продолжение следует... После патча все границы ваших соседей серым цветом, поэтому мы не знаем, кто у нас в соседях. Если мне не изменяет память, то... Змея, пост, он фиолетовый был. Единственный способ сейчас выяснить, кто в соседях, это следить за их скаутами. Я пока не видел, что кто-нибудь... Потому что скауты остались того цвета, какими они и были. Он бежит. Вопрос, на какую территорию? На эту или на ту? На эту, походу. Или... Вот же гад. Да, сюда, ладно. Фу, я... Боялся, что сейчас может убить мне воина. Я 30 монет, считайте, потеряю. Так, только я хочу сначала долечить охотника, чтобы еды больше добывалось. Вот, видите, минус пошел по счастью. Из-за того, что у нас уже 14 населения, а территории 4 всего. Плохо, конечно. Я могу, конечно, войну... Бросить, но... Ну, типа, чтобы вы убили, у нас вернется счастье. Но все-таки, все-таки... 30 монет, это 30 монет. Торговать я ни с кем не могу. Вот тут какой-то нейтральный я... О! Вот чувак забирает мою территорию. Это мое... Это моя территория. Хотя... Хотя тут три... Да, скорее всего, это все-таки его. Коричневый. Дракон. Ну, я как только торфина получу, я буду к нему забегать сюда. И мешать. Тут, как бы, других вариантов просто нету. Очень, очень, очень тяжелая ситуация, прямо скажем. Это изначально у нас с коричневым проблемы. Ну, опять же, дракону давать развиваться тоже не самый хороший вариант, вообще-то. Да. Ну, опять же, повторю. Когда я заберу эту территорию, мне надо будет ставить здесь... Эээ... Еще одно вот такое поле, да? Потом здесь убирать охотника, здесь ставить рынок. Чтобы денег больше шло. Тахаре. Вот, вы понимаете, кто сказал, так, держи здесь воина. Я буду здесь держать воина, волки начнут сюда нападать. Я поэтому тут и склад не строил, но надо будет переносить еду сюда. А здесь проблема, что я в соседстве с кланом, понимаете, другим, который тоже... О, и он уже исследовал эту территорию. Плюс мне не на ком... Очки боевой этой набирать, боевого опыта. Все очень так себе. Ладно, я думаю... Дерево нам пока достаточно. Видите, сколько у меня сейчас несчастных становится, которые... Несчастье снижает до 20% добычу чего угодно. Ох! Давай, 15 железа. Кстати, дракон... Дракон вполне мог тоже меня заражить, если бы у него было такое желание. Пошли зачищать этих... Волков позорных. Наверное, сразу надо ставить добычу камня. Эй, слушайте, а давайте не здесь поставим. Давайте вот на этой территории поставим. Кстати, вполне сейчас дракон может мне мешать эту территорию забрать. Хотя я не думаю, что у него там прям уже так все развито с другой стороны. Ну, хоть несчастье ушло. Так, яростный натиск. Улучшаем ратушу сразу. И опять на... Где? Пока не убираю охотников. Потому что я пока не ставлю, что я хотел тут... Я могу рынок и так тут поставить, видите. Может, я даже и не буду убирать охотников. Так, давайте сразу улучшим эту зону. Так, что мне тут досталось? Шанс на уворот. Так, где нам кузню поставить? Может, даже и здесь. Или здесь лучше. Нет, там у нас учебные лагеря должны стоять. Как и здесь. Так, добываем камень. Кузню здесь ставим. Давайте, наверное, мешать дракону. Ой, блин, как этот микроконтроль меня парит. Вот это, честно говоря. Просто если вы бегаете, то территория не отжимается, получается. Ну, сейчас вот он выиграл время чисто тем, что он завел сюда своих шахтеров. Ну, я не слышу, чтобы он воинов делал. А одним берсерком он не должен у меня отбить, по идее. Я сделал воина все-таки. А что, он только единственное место... Ух ты, черт. Так. Так. Так, ну интересно, сколько он потратил, ну, он очень странно, да, он сейчас очень странно сыграл, честно говоря. То есть он вроде микроконтролил, но, ну, я даже не знаю, как это описать, ну, как к этому отнестись. Конечно, то, что он ливнул при этом, это тоже еще плюс к странности. Так, наверное, все-таки сначала торговца. Так, и нам надо дальше исследовать территории. Тут мы апнем крестьян. Так как я не апнул скаутов, то я не могу пока, ну, вот это зато могу, это второго моего соседа, а вот это территория нейтралов гоблинов. Кстати, для... Опс, надо сказать, нападать будут призрачные ребята, павшие мореходы. Он как-то сам себе поубивал кучу юнитов сейчас. Я бы на его месте просто отдал эту территорию. Там же понятно, что я дальше не исследовал. А он мою вот эту территорию, если я бы на его месте, отдал, и потом периодически нападал бы сюда. Вместо этого потерял, по-моему, пять юнитов. Причем всего лишь одного. Ну, я могу... Знаете, что я могу предположить, что вот это было его второе железо, а первое железо он потратил не на берсерка каким-то макаром. Он что-то из железа, типа, что-то улучшал. Соответственно, он не может берсерка взять, не обработав это железо. Я ему давать его не буду. То есть, он не может мне эту территорию отдать. Получается. Все равно странно. То есть, он вот чисто проиграл сейчас... Только хотя я его похвалил, как он микроконтролил, типа, не давал мне территорию забрать. А потом он так странно своими солдатами двигался, что в итоге именно из-за этого и слил. Блин, у нас сейчас после набега... Мне надо будет все-таки какого-то одного юнита... Хотя я могу эту территорию присоединить. Может, мне вот эту лучше присоединить тогда, зачистить. У меня сейчас будет очень много несчастных. Блин, так мне территория не... Блин, жопа сейчас будет все равно. Ах... Что-то все как-то... Сейчас из-за большого количества несчастья, да? У меня увеличится количество несчастных, но не вернется, потому что после убийства этих мореходов... Короче, мне надо быстрее, на самом деле, набирать вот этот боевой опыт. Вот эту я территорию сейчас заберу в любом случае. И боевым опытом брать защищенность. Иначе у меня сейчас будут большие проблемы с экономикой. Минус 15. Все, короче, все мои жители несчастные. Просто тупо. Кстати, могу, наверное, и не забирать. То есть я сейчас возьму просто защищенность. А, не, я заберу, ладно. О, все, слава богу. И сейчас еще и... Неудержимость возьмем. Давай. Ну, в принципе, начало получается пока неплохое, благодаря тому, что коричневый ливнул. Ну, то есть он странно сыграл и решил не продолжать. Так, пожалуй, вы знаете что? Давайте мы, наверное, охотника сюда, охотником, сделаем, улучшим крестьян. Это здание убираем и поставим рынок. Кстати, я могу улучшить, поставить тут жертвенный источник и улучшать отношения. Надо посмотреть, что они там дают, я забыл, да? Блин. Так. Так, Федзель поставил паузу. Теперь, видите, пишет, кто ставит паузу. Где рынок? Вот он. Так, плюс у нас торговец улучшен. Вот этих ребят улучшаем и кидаем сюда. Так, и улучшаем лагерь разведчиков. Так, теперь надо дом где-то поставить. Это у нас плюс два и уже по пределу все. И дальше военные лагеря. И надо второго нашего соседа исследовать. И, видимо, здесь добывать железо, чтобы релик. Так, я хотел бы сказать, что дают кобальды. Можно посещать территорию кобальтов. Вы получаете пятьдесят славы. Ну, не знаю, я бы их просто убил, честно говоря. Ладно, давайте добывать золото. Так, сейчас на меня нападают эльфы. Один эльф. Изи. Военные лагеря буду, наверное, здесь... Хотя... Блин, а если там чувак решит сейчас толпой напасть, мне надо, наверное, уже ставить. На всякий пожарный. И апать их. Это будет нам счастье давать. Ну, пока вроде держимся. Может, кстати, вот этих пятерых и завалить? По идее, мне должно хватить силы. Блин, вообще я бы мог уже коб... Так, знаете что? Давайте-ка я попробую. То есть, надо до зимы открыть вот этих... Там их тоже будет не девять, а четыре, скорее всего. Им надо побыстрее не их... Так, он пока сам лечится. Все, теперь можно и влечить. Давайте мы, наверное, даже пир проведу я. Почему нет? Или... Нет, давайте, ладно, побережем. Нет, тут смысл спешить. Так, вот это, походу, зеленый возвращает своих скаутов. Это у нас зеленый. Ну, то есть, не змея, слава богу. А вот я не помню, кто в лобби был зеленый. И был ли вообще? А, нет, слушайте, нет. Это не зеленый здесь. Ну, слушайте, если бы тут змея была, он бы... Змеи надо рано скаутить всех. Всех исследовать. Так что, это... Я уверен, что там не змея. А вот кто? Непонятненько. Слушайте, может поставить тут сразу еще камень добывать, чтобы быстрее это все дело. И дым не хватает вроде. Семь уже. Блин, а вот семерых я могу не завалить. Но с другой стороны у меня довольно сильная защита уже с двумя реликами. Давайте попробуем. Мне главное войны не потерять. Да, получилось. Отлично. Нефиг с ними торговать никому. У меня 50 славы. Так, слушайте, я могу, наверное, быстро в ярло выйти. Вот у меня еще камень есть, считайте, бывший. И щек... А, нет, это он использовал. Так, ну давайте соседа откроем. До этого камня через... Ну, вообще, в принципе, нормально. Эту территорию взять, потом эту. Все железо выработать. Нормально. Черный сдался, говорит, потерял армию из-за лага. И это не мой сосед. Жаль. А, куда я ставлю? Во-первых, тут не военный лагерь, а рудник нужен. А военный лагерь мы здесь поставим. Ух ты, потребует дань. Ну, в принципе, я смогу им. А надо ли? Только другой вопрос. О, это брат бык. Ё-моё. А, ну да, там был один бык. Точно. А не его ли я железо забрал? Да не, не выглядит так. Так, ну надо... Чё зеленый меня скаутит? Я не понимаю. Аж тремя! Вы понимаете? Что-то мне это не нравится. Очень сильно. Надо побыстрее синего. Нет, давайте, знаете что? Не побыстрее синего, а в сторону зеленого увидеть, откуда он тут может ко мне прибежать. Да вы прикалываетесь! Точнее, ты прикалываешься. Так, сколько у меня? Шесть. У него восемь. Давайте-ка стратегию обороны возьмем. Серьезно, он просто забрал мою территорию и убежал? А он не следовал дальше. Но это очень странное решение было. Потому что сейчас ты будешь наказан. Я могу только предложить, что они с зеленым в тиме играют. Могу тогда вот так сказать. Вообще, очень тупо нападать на брата быка и мху. Так. Так. так золота у меня достаточно и потерял сейчас еще один сдастся короче походу но это это какой-то кринж честно говоря что это за соперники просто как они до камня вообще доиграли потерять ну очевидно у него меньше было реликвии чем у меня то есть я не знаю потерять торфена в такой битве когда у соперника на сколько у меня 6 воинов что-то вообще ну короче я не буду присылать железо так не надо к сожалению распустить я надеюсь что сейчас на меня пока я не восстановлю баблишка никто на меня нападать не будет так это бывает железо дальше нам надо релик сделать так и давайте наверное еще ну меня не нечего тут зачищать что давайте еще двоих воинов просто в скаутов и пойдем зеленого искать просто вот я не и я бы на соседа быка побоялся нападать прямо скажу потому что я считаю что быки должны жить в мире и потом только в конце игры выяснять между собой отношения иначе ты просто он зелеными от зеленый скорее всего может посольство хочет отправить так что нас четверо осталось нифига себе один ливнул двоих я убил получается хотя они сдали это это тупо блин ну чувак вот он на меня напал отжал территорию я же не сдаюсь пошел дальше не исследовал понимаешь то же самое и он но я одну территорию только вижу господи и этот дракон а сиб дракон не сдался понимаете этот синий бык вполне мог бы меня потому что мы бы тут бодались у нас бы типа упорочка была скорее всего я бы потратил кучу ресурсов этот синий бы меня убил и дракон бы дальше жил тогда нет надо вот ливнуть одну территорию потерял как как они как они до такого рейтинга доигрывают прям даже интересно так это лак потому что все тут горит и куда тут прибегут у нас эльфы не сюда вот зеленый очевидно так продолжаем улучшать военные лагеря не знаю надо ли мне в рунный камень а вообще домашний очаг я бы открыл ладно давайте рунный камень домашний очаг для зимы очень неплохо мне к сожалению вместо него пришлось стратегию обороны брать после думал синий то по упорнее будет так получается я бессмысленно стратегию обороны взял давайте откроем зеленого посмотрим что кстати может быть имеет а это вообще не зеленая а гномы оказались были на где зеленые тогда тут что ли где-то ну что с гномами поторгуем гномы кстати прикольно дают этих да давайте наверно деревом прикольно дают двух своих мастеров а вон черный с ними торговал но сдался то есть это тут волк был видимо не подожди там нет это это не волк это джонни д вот-вот другой клан окна давайте наверно тут дом поставим и учебный лагерь ну в принципе все равно вот этот без славы это змея мы не знаем где он находится пока опять зеленый меня дальше исследует вот это видимо все это все таки зеленый я думаю да и это у нас кракен вот это хреново вот стопудово будет на меня посылать всех своих этих ребят призрачных с другой стороны деньги у меня уже есть военные лагеря практически все поставлены вот эту территорию еще забрать и перебросить сюда добычу дерева то есть тут убрать я бы тут релик поставил кстати надо релик выковывать нет кракен у меня начинает науку получается меня на куча надо мне его тоже исследовать центр ратушу построить посольство и тоже науку с него качать так дать ка присоединим колонизируем эту территорию этого парня сюда убираем здесь дом лесоруба ставим дом лесоруба здесь да блин ну сейчас кровавую баню скоро получу уже нормально видимо здесь посольство тогда сделаю военный лагерь а не могу поставить пока не найду вражескую рад тогда военный лагерь и желательно при наличии змеи конечно не держать ваших поселян приграничных областях чтобы змея не могла на них набить себе силу у змеи юнит их там как они называют налетчики или как у них тем больше процент к силе чем больше они убили именно вот поселян чужих блин шо ты следуешь минус 4 в смысле даже с двумя лесорубами которые стоят в лесах работают у меня минус 4 а я продаю уже блин футы я так не привык играть через продажу чего-либо что я совершенно забыл об этом а тут надо с этим играть с гномом зря я продавал гномом короче на деньги к вы получил но у меня достаточно и так денег мне дерево как раз надо а не деньги пончу ты по еде как-то минус так домашний очаг отлично и и счастье отсюда берем переброшу мудреца на еду сборка страбленными опять а у меня дерево нету он по-моему там дает что-то в итоге а бесплатное знание но не скажу что прям он мне так муж так это надо то может вот не хотелось бы чтобы это кракен получил пошел вити в научную победу судя по всему идет я вообще лесорубов улучшил да блин нет и не рад уж а вот тут видимо ровите ошибся я думал либо тут либо тут тут ратуша кровавая баня давайте второго скаута в другую сторону отправим исследовать вот давайте сразу сюда посмотрим что тут за клан там явно клан но я пока не могу посольство построить давайте улучшу раз два три 4 5 кстати а где у меня с еще во не давай-ка мы так подожди чувак давайте сначала здесь и следующий надо реликвии собирать а потом еще и здесь если айт а тут исследуем вот этим парнем который ратушу сейчас меня откроет посольством 50 вам да открыто отлично собираем и этот открыл ратушу открываем эту территорию строим посольство улучшаем развиваем территорию можно заодно сразу рудник там бахнуть вообще 12 дружина маловато честно говоря мне кажется если кракен бы захотел хотя я не вижу у него тут тоже слишком много учебных лагерей каждый релик во первых ну не или как и легендарные предметы мало того что дает бонусы так еще и за счет того что у нас открыта неудержимость еще добавляет 5 процентов к силе к атаки и защите за каждое торфе ну поэтому он синего было так посольство завершено давайте соперничество тоже на науку хочу спросить сколько сколько зеленый имеет как эта фигня называется ивс дроппинг блин просто интересно больше я получаю науки или он а он уже поменял 6 и значит 8 ну норм так у меня такой вопрос блин вот это тут исследую вопрос тут никого нету я думаю что тут зачистил скорее всего зеленый но на всякий случай да никого пошли соберем за зеленым следить чтобы он на меня не нападал при этом так лесорубов улучшим так лесорубов улучшим знахари лучшую и разведчиков переключу на блин зеленый походу все вот эти выполняет но меня тут на самом деле не видно моего юнита возможно если он не смотрел постоянно на мини карту то и пропустил что там а тут у оранжевого территорию эти отжали эльфы ну давайте откроем оранжевого так ну зеленый начинает по науке вырываться мне надо эту территорию присоединять и видимо камень обрабатывать так мне еще дом нужен так эгир я сюда хотел поставить чтоб точно его не отжали дом видимо сюда давайте так давайте разочистим вот этих ребят призрачных чисто чтобы клан а там клан змеи пошли так оранжевый же ходил здесь со своим это у змеи а это оранжевый клан змеи отжимает вот оно чё вот это нежданчик честно говоря то есть там оранжевый с с кланом змеи дерутся так видимо мне надо все таки кракена напрячь получается чушел ратушу змеи открыть да ну то есть у этих дуэлька проблема проблема здесь в том что кто из них победит в итоге нападет на меня скорее всего территорию забираем добываем камень у меня еще проблемы с территорией она такая вытянутая то есть будет мне посылать кракен своих этих призрачных мудил мне далеко бегать их отбивать фига тут оранжевый конечно ну по моему на меня это не действует судя по всему да так ну умелую разработку берем ну у них короче тут дуэлька я смотрю что вот они нормально дерутся да блин а где ратуша тут что ли так я могу торговать наверное уже мне сейчас дерево камень а я могу железо кстати кстати да нет темных эльфов лучше убью смысл ну я наверно все улучшил я не думаю что у меня есть смысл железо копить единственное что давайте может быть давайте просто обычных поселян еще улучшу и все так есть ратуша давайте до исследуем зеленого и хочу посмотреть как у нас змея может мне к змее нашу в население но тут плюс 7 я только что-то одно могу делать жаль но мне смысл у меня практически уже так эльфы решили на меня напасть я наверно летом пойду зачищу эту территорию и эльфов ой блин там зеленый ко мне идет факт так да буллинг давайте торгов не блин торговцы нужны мне надо еще троих ну это нормально конечно но он сейчас начнет посылать ко мне ой блин не убил ее все отступаем нафиг так но это нормально а хотя хотя не очень хотя не очень эх мне походу с лито ну а доборемся боремся ждем лето максимально отступаем денег-то у меня хватит все-таки фиолетовый проиграл но он кстати этим мне вылечил торфера блин у слишком большая армия слишком большая у меня семь всего лишь и еще четырех смогу нанять мало башню защитную бессмысленно ставить прямо скажем еще не здоровье пойдет но я думаю не это тут самое страшное ладно нету смысла откладывать я понимаю что можно было бы сохранить торфена но я убью ему до . слишком много ничего я тут уже не мог сделать давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай до последнего боремся можно больше убьем ему этих но выглядит так что просто кракен опять же сидел всю игру развивался в то время как мне дракон ладно дракон просто ливнул а мне немножко подгадил бык в начале мне пришлось построить кучу армии и с ним даться ну на самом деле просто просто развивался чуть чувак сидел развивался и все соответственно когда у него было достаточно армии он просто пошел и напал на меня когда это ему было выгодно его никто тут значит этот дракон а ну вот ливнул который желтый этого дракона я считаете убил а второй сосед кракена просто ливнул кабан который ну это все еще вот зеленому вот это типичная ффа ты просто сидишь кто-то один без соседа сидит спокойно развился сколько ему надо было все сделал и все ну я думаю что он раньше его тоже вынесет просто по той простой причине что раньше тут очень много воевал с фиолетовым понимаете сопротивлялся я не смог мне кажется нормальную ну хотя я поубивал ему этих берсерков не знаю а оранжевый кстати так статистику давайте глянем оранжевый у нас лошадь ну лошадь против кракена вполне может быть подинос смотрите как кракен накопил сколько бабла чтобы это все в армию влить ну кстати теперь у него нету армии обстояние то бабла на это все сидел сидел копил ему эту армию теперь придется расформировать судя по всему я ему убил в итоге где-то 12 юнитов получается ну такое такое еще каун сделал 20 28 что ли ли 27 ничего себе но там наверно еще призрачные войны правда по идее были я думаю что кракен будет сидеть играть в предание ему нету смысла нападать на раньше то оранжевому надо будет нападать на зеленого за имеет ли смысл дальше смотреть честно говоря ну попросту сидел спокойно развивался сделала всю игру сидел с 1 с одной дружиной а потом вот тут сделал чтобы на меня нападать все 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 его до сих пор не по нафига синему было на меня нападать то вообще бессмысленно если вы играете из-за быка мое скромное мнение у вас соседях другой бык то вам надо договариваться не нападать на друг друга до конца ну в смысле я видел как быки побеждали по славе или по науке конечно но для этого должна быть долгая игра вы не можете это быстро сделать соответственно вам надо убивать все кланы которые могут быстро победить экономикой и там наукой понятно кабанов всяких воронов прочих для этого надо дружить как быки а так получается он и мне помешал в развитии и сам себя выключил ну и конечно безобразно дракон сыграл в начале просто ливнув считаете как и на него напали на первый вот ведь не надо было тратить какие-то ресурсы чтобы нападать на коричневого где-то тут развиваться не знаю выглядит так что зеленый скорее всего будет побеждать наукой давайте понаблюдаем конечно где тут победные ну хотя долговато еще 61 процент но а вон он пошел на оранжевого нападать все таки ну не знаю у оранжевого есть деньги просто у зеленого еще дружина ну с другой стороны правильно чему расформировать если он открыл оранжевую то естественно надо идти напасть ой я случайно вышел короче но на этом все такая партия получилась опять опять выигрывает тот у кого не было рядом ни одного соседа что в одного из них правда я он ливнул я считаю что это лиф со стороны коричневого дракона ваши впечатления в комментариях пожалуйста спасибо что смотрите играйте волны игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока